Парни, парни, парни! Гангем лес! Разбиваю Смоук! Стоп! Нас еще могут заметить! А вот, собственно, драфты, друзья. Начинаем с первой карты V-Gaming to Face it. Да, ну и сразу будем потихонечку отмечать, вот, может быть, какие-то и первые баны, и, в принципе, что будет происходить. То есть, вот, довольно неприятный персонаж сам по себе, Бруда. Ее некоторые команды не любят от слова совсем, потому что это один из персонажей, против которых ты вынужден менять свой плейстайл. Ну, всякие вот текисы к этому же относятся, наверное, Бруда, Мипа частично. То есть, какой бы ты драфт для себя не выбрал, тебе в любом случае нужно будет очень сильно концентрироваться на одном персонаже команды противника, там, черт побери, еще четыре есть. А вот и, собственно, Худвинг. Да, да, это, на самом деле, такая, знаешь, и изюминка, и проблема этого патча, того, что у нас, как только, сколько уж, наверное, чуть больше года прошло с момента, как поменяли эту стадию банов, стадию драфта чуть-чуть совсем, и у нас только четыре героя в первой стадии улетает, а потом все, вылетают сигнатурочки, всех не перекроешь. Ну, и видим Абадон Лешрак с одной стороны, Худвинг с другой стороны. Абадон в качестве такой небольшой скрывашечки, наверное, для Худвинг, опять же, который может диспелить оглушение, сам по себе довольно плотный за счет ультимативной способности, ну и, в общем, сейчас такой довольно метовый персонаж, который может и на позиции саппорта быть, и там его и в тройке я видел, и даже кэри Абадона какие-то проскакивали периодически. То есть, всякое бывает, конечно. Ну, кэри Абадон, это скорее специфика K1, его, горячо любимого, из Бискост, но я думаю, все-таки кэри Абадон на самом деле редко кто использует в других регионах, очень редко. А вот пятерочка, да, на сейф это то, что нужно, ты как бы уже не хочешь брать никаких бэтрайдеров, никаких героев, у которых есть крутой какой-то контроль, но Абадон сразу все или перекрывает. И тут сразу возникает ответный вопрос, а будут ли брать какого-то героя на сейф ту фейсит? Вот есть белка, но она никак не сейфит, хотя, да, у нее есть привязка, она сама достаточно мобильная, быстрая, но возьмут ли они героя на сейф? И если будут, то сейчас ли? Ну, поглядим, смотри, появляется Брюмастер. Ого! Брюмастеров я практически не видел за последнее время, и это супер любопытно будет посмотреть, как конкретно этот персонаж будет здесь использован. Поскольку были патчи, в которых Брюмастер чуть ли не на первые драфты или первые баны отлетал-залетал, сейчас же как-то к нему очень спокойно команды относятся, и я бы не сказал, что прям часто используют. Да, я думаю, он вообще недооценен, учитывая, что на самом деле вот этот агоним у него, два заряда ультимейта, шарт плюс четвертая панда, достаточно крутая, и определенно этого героя в начале, когда вот эти все изменения с ним произошли, его начали катить, его постоянно брали, его с ним что только не делали, что только не придумали. На тройку, даже на мид возвращался он когда-то, когда раньше стоял. А сейчас и правда, да, как-то про него забывают, но вот, по-моему, в финале Европейский хвал, да, на Интернешнл его убрали. Ну, я бы сказал, что брюмастер при недостатке фарма может стать персонажем абузой такой небольшой. Потому что если у тебя нет фарма, если у тебя нет левела, то в итоге твоих этих брюмастерят быстренько разбирают, и ты бегаешь весь из себя такой не очень полезный. Возможно, из-за этого как-то его и не так часто мы видим. В отличие, например, от Лешего, который даже если где-то не дофармил, все равно вот за счет просто своих способностей может в элемент гейме вносить довольно ощутимый урон по противнику, и, в общем, за счет этого хотя бы как-то пытаться выезжать. А если у него еще и с фармом все хорошо, то вообще надо этого персонажа очень сильно остерегаться. Ну да, этот товарищ может спокойно камбэкать за счет ультимативной, быстро пойдет, пофармит. Ну, брюмастер, опять же, его тоже можно, знаешь, как и Лешарка Флексия. Единственное, что Леша обычно на 5 не ставит, его обычно куда-то на 4, на 3 на мид. Чаще стали на кэри брать позицию. Бюмастер тоже самое с ним можно делать. Он и на тройке, может быть, и на пятерке, но на четверке реже. И, если уж вспомнить совсем далекое прошлое, то брали как-то его и на мид, даже на кэри. Ну, отойдем от брюмастера, что у нас вот еще из интересного в бан отлетело, минус вокер. Пугну вспомнили, ничего себе аппарата. Ну и парочку кэри забанили Туфейс, а вот и Луна. Ну, кстати, против Лешарка, который вечно что-то кастует, Пугна не самый плохой вариант. Луна. Ну, Луна, которая, я думаю, приелась уже, если честно, всем. Луна, которая и в пабликах постоянно, и, в общем, везде эта Луна есть, и за нее играют. И Луна это довольно часто побеждает, и противникам нужно искать какой-то ответ на этого персонажа. Меня радует, что перестали собирать ее через магию. Ну, по крайней мере, таланты все равно берут на бим, но, тем не менее, нет вот этой Луны, которая первым, там, какой-то, не знаю, там, манту, там, взяла, там, драгонлайн, что-то такое, на старт, на Яшу. А потом и гони, и все, и пошла вот эти свои темы тоже давать. Нет, сейчас аккуратненько так собирать физуху и кушать. Вообще, я смотрю на драфт Туфейст предыдущих игр, и вижу, что для них, в принципе, персонажи-то более-менее комфортные. То есть, вот, Бруда, которая в банах от VGaming, она неспроста там в банах, потому что Туфейст играли этой Брудой уже на турнире. Худвинг тоже они используют довольно часто. Вот вис появляется теперь еще для команды. По итогу драфт такой, ну, я бы сказал, довольно необычный образовывается. Ну, в целом, это как раз-таки тот самый герой, который может засейвить, подхилить. Но, учитывая, опять же, что команда... Ну, в принципе, можно озвучить, да, то, что в группе С она провела в итоге только два, а не три матча. Третий матч технической победы у них была. Ну, вот, за три карты, в принципе, виспам не увидели, но увидели против них. Но, опять же, повторюсь, у этой команды достаточно либо широкий полу героев, и, возможно, его нужно сузить, чтобы улучшить свою игру, либо они реально играют на все. Ну, Лина появляется у нас для V-гейминг. Ну, для команды сил света такой, знаешь, драфт рабочих лошадок. Такой вот стандартный, крепкий, метовый драфт. Чистый метовый, да. Да, да, которым прям играй вообще в любой, мне кажется, игре. То рейтинговый, то компетитив, вообще без разницы. Везде этот драфт зайдет хорошо. А вот я сейчас не представляю, что идет в Two-Face, потому что V-гейминг просто будут очень быстро ломать вышки. У тебя Абадон с пассивкой, бафы, твой скорость атаки. Лишь Рак с диаболиками, естественно, быстро ломает. Луна, просто монстр по уничтожению строений. Особенно, когда заходит на хайграунд. Да и Лина сама по себе пулемет. Тем более, скорее всего, это Лина Мид все-таки. Я сомневаюсь, что ее поставят на 4. Я больше верю, что Лиш Рак 4. Ну, а здесь в ответочку залетает Свен. Свена в какой-то момент забыли совершенно. После того, как его нерфанули. Вот это был летающий Супермен на своей перчатке. Его нерфанули, его совсем забыли. Потом пару-тройку раз я его наблюдал. Ну, и так, чтобы прямо сказать, у вас вывернулся в мету. Наверное, все-таки нет. Ну, изредка появляется. Что-то пытаются. Как раз-таки те самые команды, которые играют 1 плюс... Ну, 4 плюс 1, 1 плюс 4, неважно. И посмотрим, какой плосстайл тут будет образован на этой карте. Если они хотят все в Свен валить, а пока, на самом деле, так это и выглядит, Беремайся, скорее, это помощничек. Висп бафит Свена. Белка тоже там как-то пытается создавать Space. Ну, и нужен какой-то жесткий мидер, который поможет этому Свену тоже. Он не должен уходить в далекий глубокий фарм. Тем более, если против Лина стоять, то кому? Плана еще есть. Она жадная, правда, может быстро. Пока мы видим, что Пак и Тинкер отправляются отдыхать. Тот, кстати, Тинкер, о котором ты упоминал для Two-Faced, который мог бы появиться. Да, был бы интересен как раз-таки тот самый герой, который мог бы, в принципе, если что, не позволять заходить на хайграунд игрокам вигейминг, отказанность. Ну, сейчас да, да. А кто еще? Какие у нас? Ну, Ланай есть, но, наверное, это слишком жадно. Жадно. Я люблю это слово жадно в доте, знаешь, это самое слово, которое обозначает очень многие игры в доте. Там, пожадничали, пошли на Рошада, пожадничали, пошли в троны и так далее. Здесь стоит отметить, что вигейминг очень плотно прошлись по мидерам в плане банов и крайне любопытно будет посмотреть, как по итогу центральная линия будет выглядеть Two-Faced. Пока мы наблюдаем, что это ОД будет. В теории еще один сейв, и при этом можно будет... Вот вопрос, через что будет собираться. Как многие говорят про игроки, если это ОД и он не покупает Митерхаммер, все, можно наливать это ОД, который не выиграет игру, еще и ДК. Не, ну сверху просто набрали мета, который вот топ-1, знаешь, по всем позициям. Если бы это еще было линами, то я бы так сказал, но это лишь ракмит, в принципе, тоже нормально. Ну, по итогу драфт... А-а-а! Подожди, подожди, я просто забыл. Я долгое время, когда наблюдал за Эру, за Хейзом, они вместе в многих разных казахских организациях, клубах играли, ну и в частности, вигейминг тоже, для меня Эру был долгое время просто мидером. Там Морф, крутой прочее, а я как-то забыл, что они поменялись позициями, теперь Хейз четверки на мидер и пересел, а Эру на четверку. Да, Литшрак по итогу 4 у нас, Лина 2 и будет стандартная фармящая луна. Хотелось бы, конечно, посмотреть реально на какую-нибудь может-то Баддона в фарме, но что поделать? Ну, я думаю, Вигейминг. Первая карта. С одной стороны, вот по драфту хочется сказать, что, черт побери, драфт настолько хорош, ну, настолько стабилен, привычен и наигран должен бы быть, что против него сложно что-то сделать. А с другой стороны, возможно, за счет вот этих не самых, так сказать, часто используемых стратегий с Вен Висп, вот этого ОД, может быть, получится как-то удивить своего оппонента. Поэтому, стопроцентно, я бы, наверное, на первую карту на Вигейминг бы не отдавал им предпочтение прямо такое лютое. Это кто знает. Вот-вот, кто знает, будет интересно посмотреть, что же из себя представляют ребята, которые пока мало кому знакомы, включая нас. Ну, а пока отмечу, что Виз 25-я, медалька. Это уже многое может говорить о том, что этот парень точно много игр сыграл на нем, но а как исполнить, сейчас посмотрим. Ну, и по итогу пока спокойненько у нас коллективы расходятся, центральную часть карты, вот эти стандартные тоже постановки вардов на мид, можно тут сразу и проверить наличие варда со стороны оппонента. Вообще одновременно, да, одновременно ткнули, мелди тут же на получал пару точек от вышки, понял, что кажется, здесь его видят. Слушай, я думал он сапогом вообще стартует, потому что я так видел, что он так быстро несется, так даже наверное, пак с арбой быстрее не добегая до миды, как сделал Абадон, но по-моему он слишком далеко пошел, по сути он свой вард должен был спалить чем сам, хотя это не точно, может он сделал вид, что он типа пошел проверять, непонятно. Ну да, он как минимум вражеский увидел вард, а так Абадон сам по себе довольно шустрый персонаж, 325 по-моему он бегает вот так вот с нулевой, и здесь уже пошли какие-то стычки, подвязка, интересно пошло, еще одно оглушение, просто по всей команде, да, шикарно, там даже по пятерым всем залетело и теперь уже может быть даже и отойти попробовать коллективу силы тьмы, немножко они здесь свои позиции потеряли, а Мелоди заходит на хайграунд, здоровье уже довольно немного, может быть даже и переагрессировал немножко, а продолжают его здесь поливать уроном, но защитный станут Хейза, который не дает так просто пройти, и по итогу кажется все эти перипетии не заканчиваются ничьей смертью, все остается и при этом три руны вигейминг забирают, спокойно достаточно это делать, неужели еще руны хотят оставить Хейзу, чтобы потом заполнил боттл, нет, все-таки яра ее подбирает, а АДК просто побежал стопить крипов, ну что ж, стычка на центре, у нас получается Лина против ОД, в принципе, ОД должен спокойно прятать Лину, если конечно она не будет стоять на максимальной рейнджа, а там глядишь тогда и ее вот они сможет прятать и донать крипов куда здесь основная мне кажется идея в том, чтобы прятать Лину, когда она пытается рейнджа добить подожди, его вкачал арбук, да ну пока, ну на втором уровне можно это делать, не важно, тут с первой пачки получаешь довольно быстро все, а Арбас помогаете, он хотел, знаешь, не даже если он хотел ради ФБ как бы вкачать первый, но по-моему всегда астрал лучше, тут можно дискутировать об этом, так скажем, пока довольно серьезно проседает что один, что второй, но есть еще немножко расходников для того, чтобы ситуацию поправить в случае чего Абадон, то у нас арбу интересно будет переносить, чтобы здесь окончательно загонять белку, потому что часто бывало что в одном приносит арбу, если не со старта, то попозже и потом просто бегать за соперником и гоняет его, а луна это время будет арб, если еще Бим и на Кире так что, знаешь, достаточно часто можно увидеть Абадону вместе с Лун, да и персонаж, который на первых уровнях без проблем может и двух гонять и сам при этом не всегда даже погибает, в общем, такой бэйбиситтер в полном понимании этого слова Определенно часто, чисто такая нянька Так, здесь подстанели немножко Свена, еще немножко подстанели Свена, Свен постоял, но вроде бы решает, что и сам может теперь немножко поагрессировать, дестроит, пошел попытка бодиблока, хватает этого бодиблока, кажется, цену оглушения, очередной от эру и... Очень больно, очень больно, действительно, да Эру Версблад для себя оформляет Перебыковали, вообще, по-моему, весь начал поздно Блоч, что-то спереди бежал, но по сути, вообще только для раз, наверное, только подтолкнул так своего соперника, пытался его остановить Ну, не самым лучшим образом получилось, ну, ладно, это такой старт, это ничего не значит по игре И он не успеет, это просто такая неаккуратность Немножко Минус курьерчик от Благдрага Ну, опять же, здесь работает вард вот на клиффе, который позволяет тебе видеть все эти перемещения курьеров Особенно если линия подтянута больше к стороне сил тьмы То как раз курьер пах играл, бегает Ты все видишь Вот, ну, вот пошли астралы, правда, опять же, пока первого уровня, манна закончилась ОД А вот ОД обычно не любит тебе приносить ботал О, я не знаю, кстати, с одной стороны, есть персонажи, которые с центральной линией ботал не очень любят Может быть, знаешь, какой-то хускар, может быть, какой-то инвокер Но в нынешней мете я не думаю, что это какая-то прям дикая ошибка Если ты купишь ботал на любом мидере вообще Ну да, все-таки руны, опять же, на второй Это там само в себе манна как бы хп восполнишь, да С одной стороны думаешь, зачем тебе ботал с другой стороны Можно все-таки почаще атаковать, а там снизу атаку У нас в другую сторону направляется Мелоди, бил, спасает, кажется, у Абадона На флоски уходит, и все-таки здесь пока без потерь Хотя подождите, флоска сбита Неприятно Но привязали на развороте Абадона И Абадон отправляется отдыхать Плюс еще и потыкают сейчас луну Ну и, в общем, так вот Разменялись здоровьем, но явно не в пользу Абадона Ну, в любом случае, как бы, для пятерки обычно бывает такая смерть даже выгодна Принести какие-то расходники, возможно, для лун Или даже предметы передать И самое главное вернуться с фуллмана и хп Ну да, может быть, именно ферзбат не очень хочется отдавать А в остальных случаях ты можешь знатное количество ресурсов выпить у противника И противник вроде бы что-то получает за твою жизнь Но все равно вынужден эти же деньги тратить на то, чтобы вернуть себе ресурсы Или сбегать на базу и тратить время И по итогу твой корр, в принципе, не сильно недоволен тем, что где-то погиб По крипам пока вот, да, начал так по чуть-чуть догонять Лину Но вот если бы он все-таки со старта имел Астрал Там, глядишь, и с первой шпачки начинаем мог бы завладеть все-таки Мидом А так, скорее, учитывая, что Лина еще подбегает Там маленький спаун крипов бьет Она все равно окажется впереди Вот ДК, который там был Уже, скорее всего, практически непробиваемый Для той линии, на которой он стоит Особенно если сейчас в 2 еще Даганбад себе возьмет снизу Мы видим, что продолжает Мелоди гонять от своего кора противников Успевает даже практически настакать пассивку Сам теряет довольно много урона Промахивается, кстати, благдрага башвоком В итоге Мелоди, скорее всего, уйдет отсюда Плюс у него еще 8 стиков Так что контролирует ситуацию Абадон И куча регена, и стики И, в общем, уже можно закинуть себе еще один щиточек Сейчас посмотрим, как там по нетерсам Скорее всего, нетерсы, на самом деле, очень схожи с тем Как идут у нас по крипам герои Да-да-да, в принципе, так и есть у нас топ-3 Крипстат у игроков в гейминг И, наверное, так и будет продолжаться До тех пор, пока не получат свои какие-то ультимативные Наверное, туфейт А там, видишь, может быть, они все-таки устроят какую-то стычку Кстати, из... Вот говорили мы о мете Говорили мы о том, как все это происходит Самый метовый персонаж Из тех, которые есть в этой карте Это Худвин На квалификациях 118 раз она была использована И процент побед 53 Что, в принципе, довольно неплохо Я тем больше скажу А на этом турнире она появлялась 13 раз больше всех И винрейт просто сокшибательный 84 и 60 Ну, 85 если округли Ну, я здесь продолжает Пока у нас на нижней линии Абадон гонять противников И все это выкладывается пока в то, что все три первых Нетворса Это ребята из Вигейминг Пусть не какие-то бешеные преимущества Там очень готов, в принципе, цепляться за Там третье, второе место Может быть, даже где-то ОД Но, тем не менее А вот сейчас Эх, прошел мимо Абадон Глядишь, можно было бы Пока далеко была белка И напасть на Брюмастера Ну, тут Мелоди В принципе, пытается что-то найти А находят белку А там дабл дэмэдж А неприятно Можно и отлететь Чит уже взрывается Очень мало хп Тут последняя точка, скорее всего, остается от белки Или даже от Брюмастера А вот теперь последняя Да, от белки Да, еще и смещение Смотри, хорошее Да, можно и луну тоже сейчас оставить Здесь, скорее всего Он не жалеет свой ультимейт И Клэпом просто Декаденс своего оппонента Добирает по итогу Шикарное смещение Очень вовремя И если не потерять за это вышку То будет вообще классно Как думаешь, Брюмастер будет Первым артефактом брать блинка? О, здесь любопытно Ну, с одной стороны Может быть, ты и хочешь это сделать Потому что где-то там еще и Свена может Подключиться вовремя С Беспом Так что, может быть, это и Резонно С другой стороны Хард лейнеры Периодически собираются В командной ауры В том числе И здесь эти командные ауры Так же лишними не будут Потому что сейчас уже пошла агрессия Непосредственно На самого Брюмастера Но тут просто под пивком Сваливать куда подальше И вот уже не достать Я это к тому Потому что Деката Сто процентно будет покупать Блинк Ой, а тут чисто на экспе стоит Эрл А вопрос Видит ли его Да, там вард стоит Они о нем знают Но под этим не хотят Возможно, сейчас шестой возьмет Свин, прожмет ультимативный После этого они нападут Как раз и на лешего Но пока Силен, скорее всего, не хватит Мне кажется, да Одного стана Может быть недостаточно Если подтянется Смиды ОД Тогда шансы будут Ну а пока леший Действительно ворует Немножко экспы И я думаю Все довольны этой ситуацией Спокойно зафармили стаки Силы тьмы Леший где-то там Подолотал себе экспы Кстати, в центр Сейчас выход любопытный Может случиться Да, здесь успел спрятать Своего оппонента ОД И в общем Спокойненько уходит Такие моменты Главное себя не прятать Потому что Это что линия Что лишь рак Это просто подарок Попасть по таймингу Станом Пока Снизу А вот и первый Пошел ультимейт Прайма сплит Это еще один фрак На Баддоне Задывается Почти получилось Было близко Это вам 30 смерти Баддона Да? Да, Баддону Прямо Совсем некомфортно На данный момент И ему бы шестой Где-то для себя найти Но пока Икспой маловато Это дело Смещение на топ идет Подвязали уже Здесь Ээро Тот в отместку Выкидывает стан Довольно неприятный Так же Ну, как-то пытаться Пробить здесь Дестройды Наверное Бесполезно По итогу Была попытка Задинать вышку Неуспешная Теперь Цепляют Блокдрага Немножко Спас его Здесь Мидер Собственный И в общем Уходят оба Потеряв вышку Сам как много раз Сыграл на белке С выхода Ну, мне кажется Раз в 20 Я сыграл Хотя не уверен Ну, побольше Чем я в любом случае Несколько раз Я к тому, что Я вот только Начал распробовать Эту белку Раньше я Как-то даже Немножко Хейт Смотрит белку Дана проигрывает Постоянно Тем более Еще по статистике В тот момент Когда она вышла Хотя она была Имбой Вроде когда Команды ее брали Они не понимали Как с ней еще Играть Постоянно проигрывал А сейчас Постоянно берут Она выигрывает Ну, в общем Плейстайл с ней нашли Ну, все же Белка Очень командный Как мне кажется Персонаж И ты можешь Да, пойти в мид И просто дальше Через кроншот Всех разваливать В лейте Но С позиции саппорта Тебе нужна Хорошая коммуникация И, например В тех же пабах Это хорошая коммуникация Не всегда может быть Достигнута И поэтому Может быть Не столь популярен Этот персонаж Был раньше Во всяком случае Так, а тут Какой-то Супер заход Правда, без ультимейт Прошел Сфан Может, они хотят На вышку напасть Вот Праймал сплит Сколько там КД? Они по вижену Они прошлись По вижену И не должны Поставляться Под это дело Вот Секунд Вот Наверное Могим Дождаться Абадон Решил драться Почему-то Опять Может быть Бать И того Что здесь Тоже Подошел Рак И суть Мой Тулу Ну Прожимать Будет Лена Слишком Много Крипов Не хочется Пока Прожимать Уже Лена Здесь Вот Нет Нормального Стана Чтобы Подцепить Хотя Один Стан Мимо Второй Стан Мимо Боже Он Уклоняется Аки Господь Да Конечно Наскочил Лена Успела Прилететь На Травелах Туда На Крипа И В принципе Практически Пришла В драку Чуть 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 Бы Пораньше Может И Получилось Бы У нас Депет Свенов Да Кстати Смотри А Свенто Уже Топ Нет Верс Видимо За счет Стаков Все Таки Он Выехал И Учит Что У него Мом Дальше Там Появится Сабля Восьмой Винг Леди Сейчас Появится Вот Только Мэтм Он Потратил На Драку Пока Он Не Реализуется Я не думаю Что С вэмпером Как-то Невероятно Хочет Траться В отличие От Ребят На Центре Здесь Впитывает Себя Бешеное Количество Урона ДК Но Он На Той Рыцарь Чтобы В То Из-за Чего Часто Брали Никса Никса Как бы Все равно Потом Перестали Брать Но Вновь К нему Вернулись А Белку Наверное Только Только Распробовали После Этого Как Поняли Как Осознали В смысле Мне кажется Аналитики Профессиональных Коллективов Должны Были Все Это Дело Практически Сразу Понять Аналитики Тренерский Состав Может Будь Если Какое Что-то Такое Это Нам Простым Смертным Не Всегда Может Быть Это Ну Заряжает На урон Ну Клево Красиво Это Знаешь Это Наверное Текст Который Маленьким Шрифтом Просто Пишется Здесь Описание Че Там Читать Че Скилл Делает И Понятно Стреляет И Стреляет Мари Попытка Зайти В спину Своему Оппоненту Со стороны Команды Туфейст Можно Поймать Сейчас Ну И Довольно Неплохо Пытаются С этим Делом Справиться В итоге Бешеное Количество Дэмэджа Неужели Его Не хватит Вынужден Тратить Свой Утимейт Еще И Еще И Хардлайнер Команды Туфейст В итоге Размен Пока Один К одному Витает В ветрах Лина Прожигает Эру Довольно Серьезно Благодарга При этом Скорее Всего Выживает Все Равно Пытается Догорать Хотя Может Нехорошее Но Адекватная Защита От Вигейминг Ну Размен Да Опять же Все равно В пользу Вигейминг Учитывая Что Хоть Раны Потеряли Луну Хотя На самом деле Не так уж Рано Достаточно Долго Была В драке А тут У нас Продолжается Она Ночнее Закончилась Из-за того Что Вы Вернулись Вниз Свен Свист Отлетел Но Свен Готов Убегать В принципе Все В качестве Свен Единственное Что станет В одни Рычка Утем А Слушай Он не Скоро Законит Что Он Может Шелину Забрать Если Получится Ах А вот Он Ультимат Лун Который Небыл Потратен Ранее Очередной Дабл Килл Для Хейза Буквально В одной Минуте Он успел В двух Дабл Килл Поучаствовать Тут Дело Такое Что Сейчас Вигейминг Могут Пушить Вышки У них Есть Возможность Навязывать Драки Практически На любой Части Карты Сейчас И Если Туфейс Либо Не Выигрывают Пару Драк Сами Каким То Образом Либо Не Будут Кайтить Все Это Дело Отфармливаясь Сильнее Оппонента То Может Быть Им Тяжело Потому Что Уже Сейчас На 14 Минуте 5000 Золота Это Довольно Много Определенно Так Есть И Это Еще Луна По-моему На Тройку Особо Не Уходило Фармить Представь Если Н Что Фармить Пока Мы Видим Что Там Работа Со Стаками Производится В Треугольнике Команды Сил Света Здесь В Свою Очередь Подфармливает Свен Дестроит Подключил Форму Что Дальше Пока Нет Блинка В Принципе Команда Особо Рядом Тоже Нет Поэтому Не Хочется Глубоко Никуда Прыгать С другой Стороны 1700 Здоровья 20 Сиков Пойди Такого Пробей Дальше Возможно Опа Так Лед Пока Что Примастер Чуть Продолжит Тут Стан За Стан За Стан Красиво И Прямо Студит Краски Откатывается В этот Момент Виспа Здесь Должны Оставить Хотя Команда Неподалеку Команда Неподалеку Сбить Тизер И В общем Супер Тяжело Конечно Летить Отсюда Ну ДК Пока Отлично Заходит Ласт Пик Что Тут Сказать А пробивать Пока Нечему Да Способен Конечно Убить Но Пока Вот Д Толком То Ничего Нет У него 5 300 Нет Сушение Нарошан Или Еще Кого То Хотят Зацепить Тем Просто Бешеное Количество Реально Если Все Грамотно Сделать Мне Кажется Первый Дизейбл Который Ты Вкидываешь Уже Откатится В таком Момент Как Закончат Все остальные Ну То есть Прям Супер Тяжело А вот Уф Нет Как Раскет В этом Проблема Там Белка Связала Отлично Если Своена Нет Рядом Стан Никто Не накинет А Под Астрал Луд Опять Либо Они Убегают Нет В прошлый Раз Он Два Раз Успел Ветра Использовать Но Просто Драконию Все равно Не выиграли Сейчас Занимают Вражеские Территории Вигейминг Продолжают Наращивать За счет Одиночных Фрагов Своё Преимущество Попытаются Сейчас Кому-то Найти Прыжок Неплохо Подрезали Будет Продолжение Есть Продолжение Есть Еще Продолжение Бешеное Количество Оглушений Ничего Не Может Сделать Удэ Погибает Висп Не Успел Ввести Висп Увозит Себя Сам Ну И Бежать Надо Сюда Конечно Ребята Мы Ступ Фейс Потому Что Драка Их Разваливается На Немножко Припугнули Пару Раз Своего Оппонента На Одной Той же Точке Вигейминг И Туда Уже Вроде Не Хочется Особо Соваться И Рошан Очень Быстро Падает Ну Нереально Быстро Падает Под Всем Вот Этими Бафами Аля Абадон Под Бешеным Уроном Пока Все Идет По тому О чем Предупреждали Что Игр на Этем Турнире Особо Не Все Идет Потому Что Как Сейчас Появится БКБ У ДК У Луны Возможно У Лины Тоже И На Этем Песенка Будет Потому Что ОД Не Дамажит Бремастер Бесполезен И Единственное Свет Может Что То Сдел А Пока ОД В Чина Отправляется Это Верно Хотя Пока Вы Силом Мы В Общем Дела Команды Туфейс От Становится На Этей Карте Все Мене Мене Завидными Прямо Скажем Ну Такая Доминация В Принципе Которая Проследовала Но Что Тут Усоль БКБ Там Почти Есть Угракс Металхаймер Купил Ну Вот Что 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 Надо Может Какой Единичной Цель Найти Вот Например Лину Она Сама Находит Свена Там Мана Что Не хватило Немножко Но В любом Случае Свена Здесь Не Должны Отпускать Деваться Некуда Не Хватало 150 Золота До БКБ Кажется Еще Он Заранее Приехал Сюда Да Он Летел Сейвить Но Не Успел Прыжок Ну И С Бел Попрощаться Выпрыгивать На Лонгграунд Неплохо За счет этого Остается жить Во всяком случае В этот раз Вот я Об этой особенности Тоже не забываю Слушай Тут Эльтимайт Пол На самом деле Сюрприза Ты можешь За счет Него Застояться Выключить Пассивку Очень Многие Недом Что Он Только Не Умеет Эльтимой Ну А Здесь Луна Показывает Что Она Умеет Неплохо Пушить Линии Ой Здесь Как Неприятно Это Получилось Можно Идти Дальше Луна Ничего Не стесняясь У нее БКБ У нее Аегис У нее Команда Подблоком Просто Прокушивает Очередную Пачку Крипов И намереваются Разобраться С верхней Вышкой А в это Время Эру Еще И Неплохо Так Покоря Был Вышку В центре Ну Наверное Можешь Скать Что На старте Было Наверное Все-таки Три Линии Проигранных Потом В легкой И в менте То фейт Проиграли А пока Черная Смерть Белки Дело Такое Что Вот эти Фраги На Абадоне И после Них Практически Ничего Не было То есть Там Было 4-1 По-вому счету Что-то Такое И вот После этого Момент Всего Два Фрага Сделать Фейс Просто Вегемин В какой-то Момент Собираются Впятером И Раз Стан Два Стан Какой-нибудь Наносящий Урон Спел И все На этом Пасаж Заканчивается Какого-то Жир-то Здесь нет И вот Посмотрите Что сейчас Будет С Тир-3 Вышкой Под Пассивкой Абадон Ладно Ты посмотри Что дальше Будет А на луна Бить Бараки Да Да Вот эти Глоевые Полетели Пассивочка Абадона Настакивается Тут уже Тир-4 Начинает Погибать И даже Как-то Непонятно Как обороняться Все еще Довольно Да Довольно Далеко Находится Свен Он Продолжает Фармить Только-только Из-за Таверны Появляется Брюмастер А ведь Уже Нет Двух Сторон Практически К этому Моненту Так БКБ Вот БКБ Полетел Ну Давай Хотя бы Лешерка Но опять же Ты четверка Всего лишь Пока Добежишь Ужу Нет Ну и По большому Счету Вот это БКБ И этот Эта Защита Была Последней Надеждой Клипки У Туфейс Да Конечно Пошел Байбэк Да Конечно Висп Еще А подсейвит Своего Тиммейта Да Возможно Даже Абадон Как-то Попробует Пробить Но Абадона Кстати Отметим Открытие Скиллпоинт Есть Абадон Не качал Себе В Себе Он Может Сделать В любую Секунду Довольно Забавно Кстати Что Но его Как бы Не нужно Было Ему Единственное Что Вигейм Прям Сейчас Третью Сторон Пойти Сломать Не могут Там Еще Тир Два На Боте В Стоит Ничего Не мешает Не мешает Им Сейчас Сместиться А Ну Если Только Лун Здесь Они Не Оставят Аегис Кстати Вот Вот Должен Скоро Закончится Там Наверное Где-то Секунд 30 Осталось За Луны Мне Кажется Далеко Не Пойдут Хотя Здесь Не Так Много Народу У Вигейминга В теории Можно Было Попробовать Ну Если Только Как Раз Не Поймать Таймик Но Опять же Еще Багом Не Тратил Так Что Тут Попробуй С ней Что Сделай Ну В общем Надо Думать Уже Следующей Карте Потихонечку Что Там Могут Придумать Бруда Была Забанная Да В Перестань Да Прям Первым Баном Вигейминг А Будет ли Вигейминг Расслабиться И решить Что А Другой Забаним Может Конечно Если Они Не Хотят Ну А Пока Бадон Качать Ультимейт Настало Его Время Говорит Мне кажется С этим Качаном Скиллпоинтом Игра Может Тихонечку Сейчас Завершаться УДС Спрятал Себирает Единствено Рассказ Спрятал И в этот раз Это не было Ошибкой Но Дальше Тут Ничего Не Сделаешь Ну Висп Конечно Пытается Висп Несколько Секунд Еще Выигрывает Для Своего Кора Но Этого Не Хватает Все Равно Спрятался В деревках Неплохо И успел Свалить Куда Подальше Но Здесь Свена Прошибают Уже Довольно Неприятно Свен Догорает Его Бимом Луну Добивают И Гуд Гейм Прописывают Команда То Поиск На Этому Первая Карта Завершается Ну Какая Задупка Была От Фейд ОД К сожалению Вообще Ничего Кроме Тов Как Астрал Закинул Я Знаешь Я Вспоминаю Матч Чей Это Был ЕГ На Последнем Мажоре Или На Последнем Мажоре Как Ростки Финале Нижней Сетки Когда Они Пикали ОД И Все Аналитики Просто Кричали Он Не Купил Метеор Хаммер Вот Мы На Сборку Особо Не Обращали Внимания Но Я Думаю Даже Если Он Собирался Выкупить У него Думаю Денег Просто Не Там Как Таковой Сборки По итогу Не Получилось Потому Что Реально Чуть Чуть Где-то Вигейминг Дали Слабину На Линиях В плане Того Что Говорят Вот Вот Наш Абадон Вот Убивайте Нашего Абадона Вот Берите Вот Берите Абадон А все Остальные В это Время Фармили Спокойно И Абадон Тоже Не особо Обламывался Под поводу Своих Смертей И По итогу Просто Минуте Какой На 14 13 Команда Собралась В пятером И все И все И Конечно Вкачать Ультимейт Абадона Даже Не на 21 21 Мы это Отметили Что Он его Еще Не Вкачал Ну Здесь Еще Они Могли Сделать ФБ На ДК Который Захватил Лидию После Этого Не Получилось Бодиблок Свин Не добегал Одну Лутычку Морг Только Сделал Здесь Луну Они Добили А Вот Кстати Помимо Абадон Еще И Луну Смогли Убили Но По факту Как ты Верн Подметил После Этого Счета 4 1 Дальше Тяпляп Пошло Поехал Идем И начнем Ломать Уже Игра Затянулась 13 минут Если что И В общем Как-то Не смогли Этому Ничего Противопоставить Туфейст Все-таки Несмотря Даже На то Что Очень Неплохие Темпы Фарма У Свена Самого По себе У Свена Смом Еще Лучше У Свена Смом И Сабли Так Вообще Великолепные Но Все-таки Один Свен Не Может Перебить Команду Которая Интересно Еще Отметим Что В принципе Здесь Все команды Которые Попали Они Проходили Через Квалификацию Да Вот Вигейми Проходили Через Один СНГ Квалификация Чисто Среди Украинских Команд Также Была Квалификация И Вот Они Столкнулись Из Двух Разов Квалификации Так Сказать Но Одно Дело Когда Ты играешь Бестов Один Другое Дело Когда Ты играешь Ключевой Герой За которого Все Берутся В самом Начале Либо Ты его Банишь Либо Ты его Берешь Как мы Сейчас Увидели Вигейминг Не проще Эту белку Отдать Своему Противнику Я бы Не сказал Что белка Здесь Как-то Была Невероятно Хороша И Сделала Что-то Прям Супер Крутое Ну Вот По киллам Хейск Мы выделили Мне кажется 4 даблкила От Лины На этой карте В общем Бешеное Да Достаточно Метовый пик Еще раз повторим То что мы говорили Во время драфта Здесь Наверное Очень сложно Было бы Даже Знаешь Вот Как будто Слева Это то что Метовое Что-то Напоминает Типа Пик Нигмы Опять же Часто к Европе Возвращаясь К квалификациям А справа Как будто Пик Оу-джи Непонятно Что Что-то Своё Пик Или Как-то Сами Хотят Утем Играть Но Это Не те Оу-джи Которые Прошли На интернешн А скорее Те Оу-джи Которые Были На протяжении Сезона Не пойми Что Пик Не пойми Как Играли Вот Что-то Такое Да Ну и Вот Тоже Статистика По Количеству Нанесенного Урона Ну и Закономерно Опять же Там Куча фрагов Было Ухейзов Помимо Кучи Фрагов Еще и Настрелял Там Просто Урона Довольно Много Ну У него Урона Как У двух Лучших Практически Как У двух Лучших Героев Команды Противника Да То в принципе Да 2000 Или Как Многие Привыкли Ну в частности Я Называю Наивом По его Еще одному Никнейму Но В принципе Лун Опять же Одна из Его Сигнатурок И так уж Пока Мета Легла Что Я думаю Все его герои Сигнатуры Они достаточно Комфортные Он даже Смотрит До сих пор Фудолочки Вепанга Ну по итогу Первая карта Стоит отметить Завершилась Наверное Закономерно Но Что-то Как-то Уж Слишком Быстро Я бы Хотел Подольше Посмотреть На Противостояние Этих Коллективов И Нам Это Удастся Сделать Во второй Игре Я Надеюсь Что Туфейст Соберутся Может Действительно Ребята Из Навязать Вылетать Так Красиво Можно Пикнуть Пуджа Например Какого-нибудь Об этом Об этом Надо Подумать И подумаем Мы на Паузе На Который Мы Переходим Продолжение следует